Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Продолжаем готовиться к Пасхе. И сегодня у нас глазурь для куличей на желатине. На мой взгляд, это один из лучших вариантов пасхальной глазури. Не течет, не трескает, не крошится. Также в конце ролика покажу, как можно выйти из ситуации, если глазурь не застыла. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Берем небольшую емкость, помещаем туда 5 граммов желатина, заливаем его двумя столовыми ложками холодной воды, размешиваем и оставляем набухать на 10 минут. В это время готовим сироп. В небольшую кастрюлю с толстым дном высыпаем 120 граммов обычного сахара, 5 граммов ванильного сахара, добавляем 60 миллилитров воды, хорошо перемешиваем и отправляем на небольшой огонь. При постоянном помешивании доводим сироп до интенсивного кипения и варим 1-2 минуты. Пузыри должны идти полностью по всей поверхности, а крупинки сахара раствориться. Затем огонь выключаем, переливаем сироп в подходящую посуду и даем немного остыть, минуты 3-4. Температура должна упасть ниже 80 градусов, иначе желатин может не сработать так как надо. Дальше добавляем к сиропу набухший желатин, мешаем до его полного растворения и оставляем массу остывать до тёплого состояния. Когда масса станет тёплой, примерно 30 градусов, начинаем взбивать её миксером. Сначала скорость чуть выше средней, а когда масса побелеет, увеличиваем до максимальной. Взбиваем примерно 5 минут, до тех пор, пока на поверхности не начнёт появляться рельефный рисунок. Готовая глазурь должна лениво стекать с лопатки. Теперь начинаем украшать куличи. Они должны быть полностью остывшими. Рецепт приготовления вкусных куличей с пропиткой можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Пока глазурь не прихватилась, сразу декорируем кулич на свой вкус. Во время работы желатиновая глазурь быстро густеет, поэтому её приходится растапливать до нужной консистенции в микроволновке или на медленном огне. Для полного высыхания такой глазури понадобится не меньше 6 часов. Это будет зависеть от толщины слоя, который вы нанесёте. Но что же делать, если у вас нет времени столько ждать? К примеру, надо срочно ехать и брать с собой кулич, а глазурь ещё липнет. В таком случае берём 1 чайную ложку сахарной пудры, столько же кукурузного крахмала, хорошо перемешиваем, высыпаем смесь в ситечко и притрушиваем наш кулич. Всё, проблема решена. Теперь кулич можно смело заворачивать в пакет и ничего нигде не прилипнет. Перед подачей на стол лишнюю сахарную смесь можно струсить или убрать щёточкой. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.